Абсурд. Есть. Есть. Такому человеку можно врать, говорить все, что угодно. Вообще нормальные вы люди или нет? А знаете, как обида возникает сама? Просто в пыль, в порошок. Или он не справится. Он все сделал, а с этим не может справиться. Это не есть истина. Это просто вера. Гнев – это вообще движущая сила. Вы думаете матерям, которые рожали каждого из нас? И у меня такой вопрос. А дьявола? Кто сделал Бог? А знаете, кто Бог для детей? Это родители. Когда ребенок еще в песочнице, то все, что он хочет, он получает от родителей. Не от Бога, не от какого-то мифического или религиозного дядечки. От родителей. То есть родитель для своих детей, вообще для детей – это Бог. А со временем ребенок вырастает и становится сам Богом для своих детей, для тех, кто песочницы. Если кто-то не повзрослел, и для тех, ну, придумали религии, они молятся там, Боженька, дай мне то, дай мне все. То есть они как дети. У Бога здесь нет рук, кроме человеческих. Говорят, что все, вся вселенная, все – это есть Бог. Бог. Мельчайшие частицы – это Бог. Значит, человек – это тоже Бог. И у человека есть сознание. Сознание – это есть Творец. Небольшой, но он Творец. Таким образом, что каждый, кто повзрослел – это Бог. Когда человек в песочнице, он – папа, мама, дай мне вот это, мне нужно вот это. И родители, как Бог, дает. И человек просто привыкает. И потом просит Боженька, как будто Бог не он, не внутри, а снаружи. Это ошибка. Если бы Бог был снаружи, и он делал, и решал, и все творил, тогда бы несправедливости не было. И у меня такой вопрос. А дьявола, там бесов, кто сделал? Бог. Вот он такой умный, он все сделал, он такой великий. А с дьяволом никак не справится. С войной, там, с братоубийственной войной. Никак не справится, ну не может. А в наказание, да, в испытание. Ты, взрослый человек, ты сейчас меня слышишь, у тебя есть дети. Они братья, сестры. И вот они друг друга убивают. А ты сидишь и смотришь, и решишь, это вам испытание. Ну вообще нормальные вы люди или нет? Поэтому, друзья, религии, все религии придуманы людьми. Для того, чтобы оставаться детьми. И пользуются не очень, такие люди, корыстные, короче, пользуются этими религиями. И все. Зомбируют. А потом одна религия против другой убивают. Кому это выгодно? Вы думаете, матерям, которые рожали, каждого из нас нет? Или кому это выгодно? Тем, кто умеет читать деньги. Вот они за кулисами. Они управляют религией, как инструментом. И если бы Бог сидел там, где-то, вовне, он бы давно этого негодяя просто в пыль, в порошок. Или он не справился. Он все сделал, а с этим не может справиться. Ну да, рассказывайте мне. Когда человек поверил в первую ложь, религиозную ложь. Типа, что кто-то зачал без того, что сделал Создатель. Без семени. Ну да. Он выключает критическое мышление. Логическое остается, а критического больше нет. Такому человеку можно врать, говорить все, что угодно. Он уже будет что? Верить. А доверие или как убеждение, это не есть истина. Это просто вера. И веру начали защищать законы. Вообще абсурд полнейший. А если в макаронного Бога верю? Все, я нарушаю чудо веры. Там и все, смеюсь над ней. Это просто поверил. Вот течет речка, она Волга. А другой говорит, что это там Днепр. А я не верю, что это Днепр. Или сейчас много шуток по смене этих полов. Я, говорит, там кошка или там я женщина. Сам родился мужчиной. Ну поверил сам себе. И эту веру теперь надо защищать. Потому что она почти религиозная уже стала. Кому это выгодно? Богу выгодно. Который сидит все и смотрит. Как бы вот тут детишки мои все друг друга попередавили, поперерезали. Пообманули. Каждая религия на свою территорию одеяло тащит вообще. Так вот, друзья. Бог это человеческая совесть. Именно совесть судит, наказывает или оправдывает каждого из нас. И не надо лгать себе. Смолодушничал. Соврал. Ты не перед кем-то, а перед своей совестью. Она все знает. И обмануть ее невозможно. Нету возможности обмануть свою совесть. Говорят, у человека совести нет. Абсурд. Есть. Есть. На самом деле совесть дается каждому. Так же и эмоции. Для чего эмоции? Они нужны нам. Как обида, так и любовь. Гнев это вообще движущая сила. Злость, гнев это наша движущая сила. Именно когда ты разозлишься, ты что-то быстро делаешь. А злость или гнев, практически одно и то же, выпускает именно обида. А знаете, как обида возникает сама? В начале создается маркер на энергетическом коконе. Ну, представьте так. Маркер, который, как мишень, притягивает нужного для вас человека. Который сделает вам больно. Обиду причинить. И вы начинаете злиться. Ящик Пандоры открывается. И энергия, что? Распрямляется, как пружинка. Если вы еще в сознании, вы используете этот гнев, эту злость, ну, как созидающую силу, во благо. А если вы неконтролируемый, не можете управлять этим, то можете разрушать. Для Вселенной неплохо, нехорошо. Мы учимся, да, типа, да, мы учимся. Но, скажем, вот лично для меня, к 50-ти и старше годам я только сейчас могу сказать, для чего мы здесь. Ну, обучение. По себе говорю. Не могу говорить за всех. Может быть, к 50-ти кто-то еще годам еще не созрел. Кто-то. А еще меня умиляет, ну, молодежь, которая говорит об осознанности. Или еще о чем-то там, ну, типа, учат, наставничество, там, наставники, наставников. Друзья, ну, без опыта, без ошибок у тебя никогда не будет понимания, глубины, глубокого понимания того, что происходит. Да, еще учиться повторять, это не значит пропустить знания и опыт через себя. Вот так. Поэтому ценность высказанных слов, она приходит с возрастом. Неплохо, нехорошо, но именно так. И когда в этом возрасте есть еще энергия сила, действенная энергия сила, это вдвойне лучше. Потому что, когда сидит уже, ну, скажем, дряхлый старик, который дребезжащим голосом что-то говорит, И даже мудрые вещи, они не воспринимаются, они уже отталкиваются. К сожалению, по факту так. Имейте уши, слушайте, делайте выводы, развивайтесь. Занимайтесь спортом, отказывайтесь от вредных привычек, вообще навсегда отказывайтесь. Ибо то, что вы есть, это вместилище вашей воли, вашей совести, вашего Бога. Содержите это тело в здравии, в радости и любви. Всех благ, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok